Они очень рационально надеются и требуются от людей, что во всем мире, что они исключительно в курсе нашей ситуации. Тактина, как же на нас висеть ярлык простоника Украины-агрессора. Ужасная этическая проблема, ужасный этический парадокс вообще в головах. Коли ты не поднимаешь санкции, то санкции пойдутся против тебя. А простой человек, если 10 раз в то услышит, поверит? Это вопрос, который показывает, что люди совершенно не знают, как оно в Украине на самом деле. Добрый день, приветствуем вас на ютуб-канале старейшей белорусской деловой газеты «Белорусы и рынок» в передаче «Умные люди». В программе для тех, кто не различился критически думать. И сегодня в студии для вас работает Андрей Александрович, главный редактор газеты «Белорусы и рынок». И экономический обозреватель Надежда Цверко. А говорим мы сегодня о теме, как белорусы воспринимаются в контексте военного конфликта в Украине и за рубежом. И в гостях у нас два известных белорусских социолога. Старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест и кандидат социологических наук Алексей Лостовский. Добрый день. Судя по опросам общественного мнения, белорусы для многих украинцев из друзей превратились в недругов. Причина очевидна. Поддержка Белоруссию на государственном уровне действия российской армии в Украине. Есть и вторичный эффект этой поддержки. Белорусы, проживающие в разных странах мира, независимо от своих политических убеждений, начинают сталкиваться с неприязненным отношением к себе, со стороны местных жителей и бизнеса. К чему приведет весь этот негатив во взаимоотношениях и как его можно купировать? У нас появилась новая проблема. Проблема взаимоотношений между, наверное, белорусами и украинцами. Возникли сложности. Насколько они глубоки? Насколько произошел разрыв отношений вот в этой гуманитарной плоскости? И вот хотелось бы еще в дополнение обратить внимание на социологические исследования, которые провела украинская социологическая группа «Рейтинг». В исследовании было проведено 18 марта, и вопросы задавались в отношении того, как украинцы воспринимают другие страны. И вот что касается Белоруссии, то Беларусь как недружелюбно настроенную страну оценивают 84% жителей Украины. А два года назад это было 4%. Конечно, не в нашу пользу. Я бы не сказала, что эта проблема совсем уж прям совсем новая, потому что в очень легком варианте, совсем не в таком, как сейчас, но тем не менее мы переживали некоторые похожие вещи в 2014 году. Собственно, тогда, когда началась та война, которая идет сейчас, которая сейчас как бы перешла в просто совершенно другую фазу. Потому что тогда вопрос, чей Крым, он, в общем, тоже был достаточно базовым, очень важным. Ответ на этот вопрос был очень важным для украинцев, и белорусы давали разные ответы на этот вопрос. И это, в общем, тоже было такой точкой напряжения уже на тот момент. Поэтому сейчас это такое логическое развитие одной и той же истории, одной и той же ситуации, потому что и агрессор, и терпящая сторона, это Россия и Украина, как бы те же игроки, то есть это та же ситуация. Но понятно, что в том режиме и в том масштабе, в котором сейчас происходит агрессия, все очень сильно меняется. Но интерпретируя цифры социологов в том числе и вообще эту ситуацию, надо очень хорошо понимать, что на сегодняшний день, конечно, вот это белорусы и Беларусь как страна, очень тонкие вещи, которые и в Беларуси сейчас многие пытаются отделять, разводить, объяснять, показывать, расставлять акценты правильным образом. И в Украине, к счастью, как бы очень многие это понимают. Поэтому я думаю, что эта оценка Беларуси как недружелюбной страны совершенно очевидна и понятна, поскольку, да, сегодня по факту, по международному праву и по всем обстоятельствам, да, Беларусь является страной-агрессором. По поводу того, что Крым не был признан, собственно говоря, российским Беларусью, это как влияет сейчас? Не, ну мы выйдем про что. У какого статуса отбывается признание, так? То как это может быть практика, может быть публичное выказывание, могут быть там уже, ну, скажем, стрелевания консулята, например, Беларуси в Крыме. То есть, как бы, взрывнение признание безумовное есть, или мы бачим, что Беларусь за этот час перешла по приступке наверх до признания? То есть, потому что, при нам, если на взрывне официальных выказываний президент Украины, как бы, Крым признается российским. Сейчас, ну, как это, основным вопросом, который начинает волновать всех, это вступят или не вступят беларусские войска на украинскую землю. И вот вокруг этого вопроса, я понимаю, что, в принципе, политические и дипломатические вещи вроде как остаются, ну, как бы, значимыми, но вот на сегодняшний день мне кажется, что, ну, как это, нерв ситуации, он совсем в другом, и прям вот такие тонкие вещи сейчас уже мало способны отличаться. А на ваш взгляд, вступят или не вступят? Насколько это может всерьез изменить ситуацию, ну, военную ситуацию, там, в расстановке сил, я, честно говоря, не могу оценить, поскольку не эксперт, но, честно говоря, не думаю, что прям так уж существенно. Поэтому самой большой трагедии, на самом деле, такой шаг будет для самой Беларуси. И, опять же, отношения между беларусами и украинцами в перспективе. Да, если еще можно что-нибудь испортить, то это испортит их окончательно. А мне вот вопрос еще по этому исследованию, цифры, которую я приводила. Вот на ваш взгляд, это в большей степени эмоциональный всплеск, вот такая текущая реакция, или это долгосрочное такое отношение? Я думаю, что со стороны украинцев совершенно закономерное и понятное. И мне хочется верить, что оно не, ну, как это, не навсегда. Тем более, что, ну, действительно, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, и с тем, как развиваются события, меняется все очень быстро. И наши отношения с Украиной будут зависеть от того, как дальше будут развиваться события, как будет продвигаться к разрешению этот, не конфликт, и какое место у Беларуси будет вот в этом движении дальше, да. И что будут делать белорусы, не только белорусский режим, но и белорусское гражданское общество, белорусы как бы за рубежом, белорусы внутри страны, там, если вдруг, не дай бог, будут участия в военных действиях, то как именно уже белорусские солдаты и белорусская армия себя будут вести. Это все вот очень большой комплекс факторов, который будет влиять на наши дальнейшие отношения. Я думаю, что они как-то вполне изменяемы. Алексей, ваше мнение по поводу и возможности участия Белоруссии в этих действиях. Ну, давайте тогда, может, я вернусь до початковой проблемы. Покольки, коли мы кажем про устранение Белоруссии белорусовых таких, то, саправды, мы стыкаемся с таким комплексом проблем, потому что что у нас, наразумеется, по словам Беларусь, так? То есть и краина, урат, народ и так далее. И тут основная проблема, что разводить это мы можем с Аксаной, разводить это могут люди, которые цекаются белорусскими пытаниями в Украине и так далее. Али, звычайные люди, яны, звычайно, прасовыць на узроне стареатыпа, так? И стареатып таки, что, як бы мы гэта не хотели, але для всякого остатня света Беларусь наупрост атаэсамляецца с Лукашенком. Потому что, ну, я могу сказать, вот, из властного досвяду, праезжаешь в любую иншу Украину, ка ж Беларусь, першая реакция Лукашенка. Так? И тояр самое, як бы, для украинцаў, калі палядзець на ранейшые гады, Беларусь так сама стала атаэсамлявайся с Лукашенком. Вот иншая рэч, то яон многих час выкликаў симпатую великую у украинского народа, и калі палядзець на... Он даже лидерам был в рейтингах по популярности среди украинцев, среди зарубежных палядзець. Пададзець на слычных доследваннях, яон, як бы, карстаўся популярностях, чалавек, які, там, ну, не давял ситуацию, там, да, экономична, такого политичного крызеса, які был в Украине. Але бачам зараз, што, вось, гэта такая стереотипезація, на б'яна сам реч, як бы, вот, реально, па... не токі падачынэнях па між беларусамі і украинцамі, так? Ата мае негатывные наступства і для ўсяхо тахо, што зараз адбываецца ва Украине. Имена іто увязване Беларусі ў вайну, так сама вынік шмату, чым такоя стереотипезація. Вернёмся к тему взаимоотношэнях беларусів і украинців, і хацелось бы ўзнаць, как сейчас украинцы относяцца к беларусам. Беларусам, которые находяться в Украине. І предлагаю вас послушать точку зрения аналитика Украинского інститута будущего Ігор'я Тишкевич. Ігор'я достаточно давно знаходиться в Украине. Некоторе время он жил под Києвом, но после того, как этот населённый пункт захватили россияне, он перебрался в Києв. Он жил в Орзолі. Там как раз шли серьёзные бои. Есть ли тревожные панические настроения среди украинского гражданского населения? І якова ситуація в Києві? Тревога і паніка, она дуже быстро проходит у большинства. Т.е. коли сталкиваєшся з реальні проблеми, то на определённому моменті вначале страшно, а потом как-то наступає щелчок, перелом, і вот жизнь начинається з таких кратких отрестків. Т.е. словом говоря, «надо сходити за водою». «Хорошо, сходили безопасно, вернулися, все живо». «Хорошо, надо приготовитися, надо спросити соседів в соседних домах, живо или нет». Т.е. ты уже понимаешь, что в этих условиях надо выжить. Ну и, соответственно, ты в этих условиях как-то выживаешь. Что касается Киева, ну, снова-таки, вот первая такая тревога, полупаническое настроение, я вот спад этой волны, насколько я понимаю, я застану. Когда снова-таки, большая часть магазинах не работала, сфера услуг не работала. Сейчас люди понимают, что, в принципе, надо жить той жизнью максимально приближенной к той, которая была. Ну, с поправкой, естественно, на войну, с помощью военным и так далее. То есть получается, что потихоньку, помаленьку именно город оживает. Белорусское государство в военном конфликте с Украиной заняло позицию России. Как это повлияло на отношение к Белоруссии, к белорусам? Стали ли вы сами свидетелем какого-то негатива со стороны украинцев? С точки зрения Белоруссии как государства, это я сейчас воспринимаюся как угроза. Прямая угроза не дружественное государство и точка. Что касается Белоруссии, естественно, есть эмоциональная краска, что типа, ну, по принципу, почему бы белорусы не решили свои проблемы раньше. Вот. Но эта краска, как бы сказать, она касается в общем. А дальше очень сильно зависит от человека. Потому что, например, по себе, при том, что я не прячу, я не скрываю, что Белорусс, я подчеркиваю, что Белорусс, я ни разу не видел проблем ни в общении, ни на блокпостах, ну, я имею в виду, ни в общении с гражданскими, ни на блокпостах, ни в общении с военными. Я допускаю, что есть, ну, как бы сказать, срыв определенных людей там на белорусах. То есть, ну, у каждого своя история. Я не могу обобщать, говорить обо всех. Я понимаю, что возможно неоправданный срыв. Вполне возможно. Как вам видится будущее отношений украинцев и белорусов в зависимости от того, как активно будет принимать участие Беларусь в этом конфликте? Если касается, в таком случае, отношений между государствами и между народами, они существенно ухудшатся. Если война закончится, скажем так, на невыгодных отношениях, на невыгодных условиях для Украины, в чем я на данный момент сомневаюсь, то в таком случае определенное бытовое неудовольствие вполне может сохраниться, скажем таки. В обратном случае, то есть, любой компромисс, который удовлетворяет большинство украинских граждан, если Беларусь не вступает в активную войну, то, в принципе, отскок к нормальному отношению вполне возможен. При условии, еще раз, что Беларусь не будет атаковать именно в полной мере. Хотелось бы вашу точку зрения услышать по поводу дальнейшего взаимоотношения белорусов и украинцев. Мы видим в социальных сетях много информации о том, что где-то начинаются конфликты между украинцами и белорусами именно на почве вот этих вот военных действий. На ваш взгляд, как дальше будут они разрастаться? Как их можно урегулировать, купировать? Ну, причина это изразумела, где война и, як бы, все знаходятся в таком вельми назначайном эмоциональном напружении, так, потому что, навод, коли ты знаходишься, вот, воевем себе украинец, але знаходишься, там, замяжо, як бы, давалося по такой мирной ситуации, так, але ты ведаешь, что, там, твои знаемые, твои свяки зараз знаходятся пад бомбежками, гинуть, и, гадалей, и, гадалей, это безумовна, ну, та ситуация, якая, ну, переварочивая человека, и тут мы разумеем, что, калі ты не можеш, наприклад, прама, нешта зарабіць в этой ситуации, так, вот, ты знаходишься замяжою, ты можешь, там, наприклад, заслаць патрымку, але ты не можеш непосредственно прамать в делу тых же войсковых денег, и у людей тады пачынается, ну, такий механізм пераноса, так, то есть, они пачынаюць шукать ворогов у той ситуации, где они могут зарабіць нешта конкретная, то есть, кем они могут пазмагацца, так, гэта все психологично тлумачиться, трэба разумеять, что, ну, не все от нас самих залежить, так, то есть, мы завжды вот такі некие закладніки, таго, дзе мы народіліся, таго, на якой мы мове размавляем, и гады далей, и якую ситуацию мы патрапляем, таму, што гэта агульная праблема. И, знову жа, трэба разумеять, што людзі пераважно мысль с церэтипами, так, то есть, для того, каб адчуць эту диференциацию, розницу пам'яж тыми людьми, яке, ну, с беларускым пашпортом, яке патрапляюять Путіна, яке патрапляюять вайскову операцию, и гады далей, і тимі, хто с тым же самым беларуским пашпортом выступаю за европейский выбор Беларусі, то гэта трэба, ну, меть нікі веды, так, то есть, трэба... Не, ну, я перебью, да, то есть, по поводу знані, да, ну, знані, вроде, как, хватай, в то же время мы видим, вот далеко не надо ходить. Андрей, хапай информации, а не ведал, а то єсь розніца, інформацію треба засвоювати. Ну, вот я приведу пример, далеко не надо ходить, сайт газеты «Беларусы. Рынок» находится уже, я не помню, там, вторую-третью неделю под ДОС-атакой, да, как я понимаю, это ДОС-атака организованная анонимусами, да, которые вот выступают за... поддерживают Украину, там, да, то есть... Слушайте, ну, что вы хотели? Выступят, в общем-то, по всём. Как я понимаю, где слово «Беларусь» есть, то и подвергается, собственно говоря, сейчас каким-то... Это как мы сейчас. Каким-то там, да, нападкам. Вот. Что с этим делать? Да, и... Вот мы всё время в каких-то перепадах, как бы, между... ну, вот, своей самооценкой. От полного восторга и восторженности самими собой до вообще полного самоуничижения, и вот никогда не можем найти золотой середины. Давайте как бы будем понимать, когда вы говорите, хватает знаний, хватает информации, что для жителя Португалии или Испании или ещё какой-нибудь такой страны, даже как бы не такой далёкой на самом деле, Беларусь не является центром вселенной, каковой она является для нас. И думаю, что в европейских странах люди не следят каждый день за тем, что происходит в такой прекрасной стране, как Беларусь. И то, что в 20-м году это как бы проникло в европейскую повестку, наконец, и какое-то время там держалось, вообще не означает, что обычные жители европейских стран, ну, я не знаю, посмотрите как бы на своих соседей и поспрашивайте у них, что они знают о странах, которые находятся чуть дальше, чем те, которые возле наших границ, да хотя бы о тех, с которыми мы граничим. И послушайте как бы их ответ. Поэтому, ну, как это, не надо требовать, ну, или может быть и надо, но не очень рационально надеяться и требовать от людей, что во всём мире, что они исключительно как бы в курсе нашей ситуации, наших проблем, наших болячек, наших сложностей, а у нас действительно очень сложная ситуация, мы сами с трудом её описываем, и поэтому среднестатистическому жителю Европейского Союза, в общем, я думаю, что все эти тонкости неизвестны. И, как мне кажется, тоже один из непросчитанных эффектов, когда санкции вводят не правительство, страны или международные, а просто все, да, организации, там, фирмы, компании, по собственной воле, как бы, а не потому, что кто-то ввел санкции. Я бы сказал бы, что это не только, что властная воля, а в лето уже пошла такая хваль о солидарности, по которой ты не можешь выступить супрать, так, потому что, когда ты не поднимаешь санкции, то санкции пойдут супрать тебе. Ну, в общем, да, это становится как бы неприличным, это как бы тема, на которую надо высказаться и так далее, и так далее. Понятно, что это такая вирусная история. Давайте немножко сменим формат и перейдем к рубрике «Блиц». Вы лично при посещении Украины сталкивались с проявлением национализма на бытовом уровне? Нет. Никогда. Я часто бывала в Украине до этого времени, у нее родственники там, и нет. Отделяют ли украинцы белорусов и белорусский народ от государственной системы? Вот думаю, что сейчас начнут. Надеюсь на это. Негативные отношения к Беларуси за рубежом это надолго? Если мы будем действовать правильно, то нет. Можно ли верить российским и украинским социологическим исследованиям в текущей ситуации? Российским точно нет. Это украинским с допущениями, поскольку в таких ситуациях любые исследования и опросы они всегда имеют хорошую, в смысле плохую, большую погрешность. Действия белорусских диаспор за рубежом могут ли улучшить отношения к Беларуси? Да, я считаю, что могут, и я думаю, что улучшают уже. Чем вас удивили украинцы в текущей ситуации? Ну, по-перше, тем, что они можно оставить независимость своей Украины, измогаться за это. И чего не было в 2014 году. Они выросли как нации и удивляют весь свет. Когда был лучший период в украинско-белорусских отношениях с точки зрения позитивного восприятия нашей страны? После оранжевой революции и когда у Лукашенко с Ющенком были такие досыть прязные стасунки, и вот это все было такой идиллией на некольких годов. А лично у вас есть внутренние ощущения вины перед украинцами? У меня особисто вины нема, потому что все свое жице я отстойвал идеалы Белоруссии, якая никогда не была ворогом Украины. Есть ли смысл сейчас использовать штамп про три братских славянских народа белорусов, украинцев и россиян? Голом лечу, что это пропагандистская идея, которая возникла еще с такими расистскими имперскими метами, потому что в этой тряде завжды ее старейший брат это российский народ. К тому, калю мы кажем про три славянские народы, то у них про три трех братов завжды старейший Россия, и это треба максимально откинуть и пазбегать. В последние выпуски белорусы рынок ваш коллега Коршунов высказал такую мысль, что в Беларуси осталось слишком мало медиаресурсов, из которых белорусы могут терпать альтернативную информацию, слишком много они потребляют российского контента. На ваш взгляд, очень сильное влияние оказывает этот российский контент на формирование отношений белорусов к Украине и к украинской проблематике. К сожалению, да. Конечно, у белорусов есть некоторые антигены, наверное, или что-нибудь в этом духе, поэтому российская пропаганда действует на них немножко не так, как и на россиян, во всяком случае, не знаю, это эмоциональные реакции и поведенческие вызывают другие. Но надо понимать, что да, в Беларуси очень много людей, которые живут с вот этой русской картиной мира в голове, при этом не причисляя себя к русскому миру как таковому, но тем не менее вот в той картине мира, которая транслируется российскими СМИ и вот в всем этом нарративе, который устарел, архаичен и относится где-нибудь к середине прошлого века, а уж как бы никак не к 21-му, когда есть вот эти вот полюсы силы, когда Россия воюет с НАТО, то, что все это происходит на территории маленьких стран, это вообще никому не интересно. И вот эта картина, она действительно в очень во многом определяет сейчас отношение большой части, значительной части белорусов к тому, что происходит, потому что с информационным суверенитетом, с медийным суверенитетом у нас уже давно все плохо, мы его, в общем, стали терять. Бывали, были спробы смогаться, то есть, памятаем, что и для Лукашенко это уже было проблемой, когда, например, были реформированы марсийские телеканалы. Делались такие попытки, но тем не менее... Даже лечь шла о том, что на территории Беларуси будет вещать украинский канал, но до реализации не нашло. Были такие времена, конечно. Ну, не знаю, вот по последствиям, честно говоря, с одной стороны, и исследования это подтверждают, те исследования, которые у нас еще как бы есть, и есть возможность проводить, то, что российские СМИ достаточно употребляемы белорусами, и это ведь не только телевизор на самом деле. мы просто в какой-то момент расслабились и решили, что раз у нас такой высокий уровень интернетизации, раз у нас все сидят в интернете, то можно рассчитывать на то, что все люди ищут там именно альтернативную точку зрения. А люди, как правило, ищут подтверждение своей точки зрения, и неважно, в каких медиа они при этом пользуются, смотрят ли они телевизор, радио, или залазят в интернет. Ну, с ничего боку, я скажу, что есть такая случайная такая надея на молодь, то есть в Сибирьме любят рассказывать, вот, мы там нарабили помылок, али вот молодь сужды, она будет светлой, новой, открытой до инноваций, и каждый раз уляфуемся, что молодь оказывается не такой, как мы на Испадеемся. Але, ну, я могу сказать, что, признамся, из некого досвиду прася в университете, то, саправды, молодь, а, конечно, просто все эти старые краницы информации, кшталты, телебаченеце газеты, на их ніяк не дзенчая, то есть они, все, перважно, социальные сетки, и, и при этом, скажем, я у них не заважал, мінамита такой уплыв в российской милитарной пропаганды, то есть они там, конечно, вельми областназалежные от российского культурного поля, але, вот, да, под гэта агрессивной войсковой инфильтрации розума, у них, в принципе, есть некий иммунитет, то есть тому я б, наприклад, в данном упадку не перебольшу бы гэтых уплывов, які заходят из российского информационного поля. А давайте мы сейчас иммунитет к этому, есть еще иммунитет вообще к обсуждению политических вопросов и пониманию политических вопросов, поэтому мы оказываемся в ситуации, когда белорусы вроде как против войны как таковой, и вообще очень мирные люди, и отношение как бы белорусскому обществу к войне, и к нашему участию в войне, оно как бы, ну, очень отрицательное, вот в этом смысле оно массово отрицательное, но то, что происходит вот там, оно как бы, ну, немножечко нас как будто не касается. И в этом смысле вот этот иммунитет с одной стороны к пропагандистским каким-то штампам, которые на нас не действуют, он, ну, как это, не ведет к, ну, как это, вообще к появлению отношения к этому, как к проблеме, к тому, что происходит рядом, и мы делаем вид, что как бы не происходит ничего, и все это как бы вообще ну, тут ни при чем. Может быть, проблема еще укроется в том, что белорусы и украинцы плохо знают друг друга. То есть нам кажется, ну, собственно говоря, как говорила Оксана, что мы такие хорошие, да, украинцы знают, что они такие хорошие, а мы, по сути, больше знаем там о каких-то там других странах, других народах, чем о своих соседях. Живем на одной площадке, но друг другом не интересуемся. Да, то есть мы там обвинувачиваем украинцев, что они дрянно ведают белорусскую ситуацию, так? А значит, что, да, вот реально можно поставить питание изворотным боком, да, что Белоруссия ведают про Украину, так? То есть это снова же мова и день и токи про то, что нам треба рассказывать про наши беды иншим, так? Нам треба разыметь тых людей про особливости их там истории, там, как бы политичную ладу, то есть в первую черву, конечно, нам так само треба займаться и от своей веды про украинцев. Ну, и в этом вот одна из проблем это увидеть другого, как другого. Это, ну, действительно, очень сложная история, и для людей, которые до сих пор живут, ну, все-таки там, даже если не ностальгия, то какими-то вещами усвоенными там, про Советский Союз и вот это наше братство, еще чего-нибудь и вот такого врата как бы штампами, стереотипами, мы как это окажемся одинаковыми. И поэтому, когда что-нибудь происходит непонятное в соседней стране, мы интерпретируем ее, ну, как это со своими подходами, со своими взглядами, со своими представлениями порядки. И в этом смысле, я думаю, что для того, чтобы понять, сколько людей в Беларуси хорошо знают, или там как-нибудь разбираются в украинской ситуации, можно посчитать людей, которые, ну, вот поддерживают этот прекрасный вопрос из российского телевизора, или нет, это из нашего телевизора вопрос, а что вы хотите, как в Украине? Вот вопрос, который 8 лет как бы нам задают про то, хотим ли мы, как в Украине? Это вопрос, который показывает, что люди совершенно не знают, как оно в Украине на самом деле, да, вот этот стереотип, эта установка. В то же время многие белорусы ездят в Украину, в частности, отдыхать к родственникам, там, да, и вот, насколько я понимаю, вот, Оксана, вы ездите там, там у вас родственники есть, каждый привозит оттуда свой какой-то опыт и взаимоотношения, то есть, видимо, что он хотел услышать, то он там и слышал. Я общаюсь на одном языке, по крайней мере, украинский язык понятен. Часто видим то, что мы готовы увидеть, и совершенно не замечаем как бы то, к чему мы не готовы, языка, взгляда, фокуса, внимания и так далее, и так далее. Поэтому вот эта, ну, как бы способность видеть иное, она, ну, как это, и признавать за другими право на иное. Ведь сейчас, как бы, одна из самых страшных вещей, которая происходит, когда люди обсуждают, кто виноват и что с ним за это сделать, ну, агрессию, как бы, России против Украины, это аргумент про то, что, да, вы посмотрите, кого они себе поставили в героя, да, кого они выбрали в героя, да, это же, как бы, там, Бандера. И когда люди считают, что только за то, что кто-то считает героями людей, которых ты, к примеру, считаешь преступниками, можно человека убивать, ну, это же, как бы, ужасная этическая проблема, ужасный, как бы, ну, вот этический парадокс, вообще, в головах. И нужно, как это, признать за людьми право думать так, как они хотят, и уметь видеть, как бы, вот это другое, и признать это право на другое. Ну, окей, у России, например, великая частка населенства, повод для Данинах обытания, уличить, как бы, головным героем истории России Сталина, так? Вот мы повинны это принимать? Конечно, Лёш, к сожалению, как бы, да, мы можем об этом спорить, мы можем доказывать свою точку зрения, мы можем не соглашаться, мы можем даже отказать этим людям, там, в уважении, признае или еще чем-нибудь, но убивать за это их нельзя. И я, как бы, вот уверена в этом, и буду в этом уверена, что такого рода вопросы разрешаются невоенными методами. Как только мы признаем за собой возможность и право указывать, во что верить, кого любить, а кого ненавидеть, мы становимся, собственно, такими же людьми, как те, которых мы сегодня, в общем-то говоря, осуждаем. И, как бы, это означает, что часом мифы становятся основой для войны. То есть моя идея такая, тут, я думаю, к нам со мной погодится, что нам треба мифы заменяйте ведами. Давайте тогда посмотрим, какими мифами живут наши чиновники и попробуем с ними поспорить. Раздел цитатник. Эксперты комментируют заявления, сделанные в белорусских государственных СМИ. Восемь лет мы терпели, восемь лет. Восемь лет они над нами издеваются. Вот политика посла, политика властей Украины. Мы с добром, народ нас любит, украинский народ обожает белорусов, чтобы вы понимали. И восемь лет там плюют в лицо. А сейчас переходят все рамки. Началось в 20-м году. Мы хоть раз в украинские выборы вмешивались? Никогда не вмешивались. Мы хоть раз санкции первые вводили? Никогда не вводили. Но уже дошло вчера до того, что издеваются над нашим послом. Никогда такого не было в мире, чтобы нарушали международные договора. Посол неприкосновенен. Это неприкосновенно. Украина теряет государственность. И нам обидно на это смотреть. Власть Украины делает все, чтобы украинцы гибли. Это фашизм. В общем, есть такое явление переноса. И мне кажется, что вот сейчас во многих речах и российских выступающих, и белорусских выступающих иногда очень много правды только не про ту сторону. Мне кажется, что они очень часто проговаривают все то, что они думают, ну или то, что происходит, но у себя как бы, а не у тех, про кого они говорят. Просто вот с этой точки зрения проанализировать, и можно как-то выяснить много проблем, которые Гайдуке сейчас выучивает, и про потерю государственности. Ну да, потому что там агун незразумело, калеку числа мы, каугун мая навазит. Потому что там часом такое чувание, что он просто блытое белорусов и русских. Возможно, как бы для него это одно целое, конечно. Я, честно говоря, не знаю, как это работает, вот эти механизмы. Но я думаю, что люди, которым нужно это убежденно говорить, они, в общем, с десятого раза и сами начинают в это верить. И в их реальность, в общем, то, что там с нашей территорией что-то такое происходит, в общем, тоже теряет свое значение. Как бы, ну, ничего такого. А простой человек, если десять раз это услышит, поверит? Ну, в зависимости от того, насколько у него силен иммунитет, да, и как бы восприятие там реальности, и то, что называют медиаграмотностью и прочим разным там. Но на самом деле это, ну, страшная вещь, потому что, если вы пробовали проводить с собой такие эксперименты, как посмотреть какие-нибудь пропагандистские передачи, то при совершенно другом отношении как бы проблема, с какого-то момента ты просто чувствуешь, ну, как бы, психологическое давление и все, что там работает, и это действительно, ну, как бы, тяжелый опыт и сложная работа. Но я бы здесь с этой подверженностью пропагандии и с медиаграмотностью, которую сама же упомянула, вспомнила бы недавно очень хороший пост, сейчас все меряется постами, написала Анна Северинец, как раз про вот эти вопросы, связанные с восприятием пропаганды, с тому, что все нас учат медиаграмотности, гигиении и вот этому всему в последнее время. И это, конечно, очень хорошо и важно, пишет она, но единственным, на самом деле, важным, ну, или работающим механизмом, как бы, против вот этого всего обогванивания является образование. Никакой медиаграмотностью, как бы, вы тут ничего не победите, поскольку фейков много, они со всех сторон, на нас все, как бы, валится, валится, валится. И все, что позволяет нам выжить в этом мире, говорит Анна Северинец, учительница с, бог знает, с куколетним стажем, это, как бы, нормальное базовое образование и умение построить логическую связь между двумя явлениями. Следующее будет выступление министра иностранных дел. Мы рассматриваем украинский народ как действительно братский народ, близкий народ, и считаем, что все мы, славянские народы, должны держаться вместе. Но надо отличать позицию народа и позицию властей. Поэтому сейчас, да, Украина присоединилась к вот этому западному хору, активно выступающему против Беларуси. Но я думаю, это не значит, что это мнение всего народа. Тут таково, что сама категория народ, она такая вельми амбивалентная, то есть николи не разумеет, что поднимается на ВАЗе. И вот у риторицы беларуских уладов это завжды народ, это апелляция данейкой такой придуманной цепольности, якая завжды потребляет мінавитых эту уладу. Тобок, ну, просто такая риторичная фигура, декой варта головам позбавляться. Беларуский философ Владимир Мацкевич в одном из своих текстов, по-моему, как раз про нацию, писал о том, что народ это категория, если какую-нибудь категорию злоупотребляют больше, чем категория народа, так, наверное, только категория любовь. То есть, что нету более ложного слова, слова ласки, которое можно наполнить любым смыслом, тем, который тебе нужен. И твой народ, он всегда, народ, он всегда мой, он всегда хороший, он всегда такой, как нам нужно. Перейдем тогда к последней рубрике. Вот, это прогноз непогоды. Раздел прогноз не погоды. Эксперты делятся своими прогнозами относительно развития ситуации в ближайшем будущем. Бакуй, что не бачено ахулам, ягбы, такого некого мостного ожидания буду в боков да перемогов. То есть, кожный бок, по сутности, хочет еще заменить ситуацию на свою карысть. И то бок, война затягивается, и безумовно, что война ведет до вострыни эмоций. Так, так инакш, мы в ближайшем будущем не выручены на то, что и Беларусь, и, ответственно, беларусы будут такими, ну, знову же, козлами отпущения. То есть, так инакш, на нас висеть ярлык простовника Украины-агрессора. Ось, гадатая рычайсность, у якой мы будем вымышны жить увесь ближайший час. Если сейчас мы дойдем опять до какого-то момента аля 2014 год, то есть, когда война не будет закончена, победой или хотя бы каким-то таким более-менее внятным решением одной из сторон, станет замороженной длительной латентной, это будет означать, что Россия, российский корабль будет медленно-медленно-медленно тонуть, и белорусский корабль будет подтапливать вместе с ним, потому что очевидно, что Беларусь не вырвется из российских объятий в таких условиях. Но если мы говорим об отношениях между народами-ненародами, между людьми, то тут надо понимать, что оно уже сегодня, это отношение как бы разное, и вот белорусы на сегодня в очень интересной ситуации, они такая рассеянная нация, вот я как раз не народ буду говорить, а нация, потому что все-таки мы во многом ведем себя по-взрослому и отвечаем как нация на вызовы, некоторые, вот в том числе и внешние. И надо понимать, что белорусы как бы начали отвечать на вызов украинской войны с первого дня как бы и по-разному. То есть вот вы упоминали белорусские диаспоры, которые с первого дня включились в процессы помощи беженцам, поскольку у них есть опыт по этому поводу недавний, у нас сейчас две Белоруссии. И сейчас вот это разведение белорусского государства, ну и вот этой вот системы и белорусской нации, белорусских людей, белорусов, других, которые как бы действуют по-другому, становятся видным, заметным, воспринимаемым, это большой плюс для нас. Потому что и у наших ближайших соседей, и у тех, кто вообще заинтересован в этой ситуации и дает себе труд на нее посмотреть, формируется это отношение к тому, что как бы Белоруссия сейчас двоится. И пока это отношение будет удерживаться, пока мы его будем развивать, и чем больше мы будем делать для того, чтобы вот наш вклад вот этой другой Белоруссии в общую ситуацию, разрешения конфликта был больше, тем, собственно, лучше наши перспективы. Спасибо большое за беседу. Не оптимистичный получился прогноз, ну что ж поделаешь. Ну это всего лишь прогноз, это один из сценариев, и можно попробовать написать другой. Смотрите программу «Умные люди», ставьте лайки, если ее содержимое было вам интересно. Оставляйте ваши комментарии, отзывы, мы обязательно их критически осмыслим и примем к сведениям. Мы также будем надеяться, что белорусы и украинцы никогда не станут врагами. А наша программа поспособствует тому, что мы будем лучше понимать друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова